В прямом эфире РБК Уфа мы вещаем из отеля Шаратон. Я Кирилл Кукош. Здравствуйте. Сейчас главные региональные новости к этому часу. На 1 декабря задолженность по зарплате в Башкортостане превышает 635 миллионов рублей. Денег ждут более 13 тысяч сотрудников предприятий и организаций республики. Об этом сообщила руководитель региональной госинспекции труда. По словам Татьяны Острелиной, сумма не итоговая. Цифра может быть больше, поскольку не учитывает скрытую задолженность, для выявления которой необходимо законное обоснование. Проблема действительно очень сложная, требующая большой координации очень разных структур, начиная с правоохранителя, завершая экономическими структурами. Если есть таковые основания и есть такие факты, что необходимо возбуждать уголовные дела по соответствующим статьям, давайте вместе будем отрабатывать. Три четверти долгов приходится на предприятия банкроты. По мнению руководителя гострудинспекции, необходимо организовать системный надзор за деятельностью арбитражных управляющих. Радий Хабиров поручил погасить долги до конца текущего года. Отчеты глав муниципалитетов планируют заслушать 28 декабря. Дмитрий Кириченко, который больше месяца работал исполняющими обязанности главного тренера футбольного клуба Уфа, утвержден в должности. Контракт со специалистом заключен на полтора года. Под его руководством уфимцы в нынешнем сезоне провели четыре матча в российской премьер-лиге, где одержали одну победу, дважды сыграли в ничью и потерпели одно поражение. До перехода на должность главного тренера Дмитрий Кириченко работал в тренерском штабе уфимского клуба. Ранее он был функционером Ростова, а в 2016 году исполнял обязанности главного тренера этой команды. Дмитрий Кириченко уже третий тренер, который работает с Уфой в этом году. Ранее должность главного тренера по разным причинам покинули Сергей Семак и Сергей Томаров. На данный момент футбольный клуб Уфа находится на 14-м месте в турнирной таблице российской премьер-лиги. После 17-ти матчей клуб имеет в своем активе 16 очков. Россиян ждут 10-дневные новогодние каникулы. При 5-дневной рабочей неделе отдыхать будем с 30 декабря текущего года по 8 января 2019-го включительно. Рабочий день 29 декабря сокращается на один час. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минтруда. По трудовому кодексу новогодние каникулы с 1 по 6 января и 8 число, а также праздник Рождества 7 января являются нерабочими праздничными днями. Выходной день с субботы 29 декабря перенесен на понедельник 31-е. Поскольку нерабочие праздничные дни 5 и 6 января совпадают с субботой и воскресеньем, выходные дни перенесены на четверг 2 мая и пятницу 3 мая 2019-го. При 6-дневной рабочей неделе праздничные дни 30 декабря и первые 8 дней января, понедельник 31 декабря, рабочий день сокращенный на один час. Сейчас на прямую связь со студией РБК Уфа выходит ведущий специалист Роскомснабанка Алина Рафикова. Алина, приветствую, тебе слово. Кирилл, добрый день. В первый рабочий день недели рубль стартует с незначительного укрепления. Так, доллар США на торгах снижается на 0,3% и котируется по 66 рублей 20 копеек. Курс евро ниже пятницы на 0,2% и стоит 75 рублей 60 копеек. Недружелюбные действия США в отношении Китая в эти дни плюс неспокойная ситуация во Франции вынуждает инвесторов вновь сокращать рисковые вложения. На негативном внешнем фоне российский фондовый рынок открывает неделю снижением по индексу Московской биржи на 0,7%. Текущее значение индикатора 2415 пунктов. Индекс РТС в минусе на 0,8% и снижается до отметки 1148 пунктов. В то же время акции Башнефти синхронно снижаются в пределах 4%. Обыкновенный выпуск торгуется по 1950 рублей, привлегированный выпуск по 1868 рублей за акцию. Итоговое решение ОПЕК Плюс сократить добычу нефти на 1,2 миллиона баррелей в день позволило рынку приостановить затяжное падение. В текущем дне основные сорта подрастают в пределах 0,9%. Нефтсорта Бренд торгуется по 61,90 доллара, нефтсорта Лайт по 52,60 доллара Кирилл. Да, Алина, спасибо за оперативную информацию. Это была ведущая специалист Роскомснабанка Алина Рафикова. К этому часу вся информация. Оставайтесь с РБК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова